Сегодня в мэрии прошли публичные слушания по проекту бюджета на 2013, а также плановый период 2014-2015 годов. Документы обсуждали на протяжении нескольких часов. Некоторые статьи расходов вызвали немало споров. В обсуждении бюджета приняли участие около 120 человек. Чиновники, депутаты, бизнесмены, представители общественных организаций. Итак, в следующем году доходы города составят 26,7 миллиарда рублей при дефиците 1,6 миллиарда. Почти две трети документа отраты на социальную сферу, например, в планах строительства восьми новых детских садов. Один из них возведут в микрорайоне Покровский на деньги мецената Хазрета Савмена. Капитальный ремонт проведут и в десяти городских школах. Бюджетное послание на три года рассчитано. Пока, в принципе, вот таких нет мест, где бы мы пояса затягивали, да, как будет складываться обстоятельства во всей стране, потому что не случайно бюджет, ведь мы принимаем в самую последнюю очередь, когда уже Госдума приняла, когда законодательное собрание приняла, потому что в любом случае идет финансирование из вышестоящих бюджетов. Поэтому жизнь покажет. Тема нехватки мест в детских садах вызвала наибольшее оживление и споры у пришедших. Так, по словам депутата Горсовета Сергея Пешкова, профильным чиновникам мэрии необходимо в ближайшее время привести в порядок очереди дошкольные учреждения. В городе постоянно идет жонглирование, манипулирование очередей. Нам срочно нужно навести порядок и четко гражданам обозначить, какова же у нас реальная очередь. В том числе очередь может быть по годам. Вот шестилеток у нас совсем поменьше, да, очередь. Пятилеток побольше и так далее. Но нам нужно навести порядок с этой окончательной цифрой, потому что в общественное сознание вбрасываются всевозможные цифры. Почти 3 миллиарда заложено на развитие дорожной инфраструктуры. Деньги направят на строительство путепровода на улице авиаторов, развязки от 2-й Брянской до Калинина, пешеходный переход в районе авиагородка. Серьезная сумма 468 миллионов пойдет на ремонт дворов и подъездов. Еще 568 на реконструкцию городских дорог. С целью должного контроля за проведением дорожных работ, устройства проездов, ремонтно-уличной дорожной сети, мы переходим к практике долгосрочных контрактов. Суть которой заключается в том, что после завершения работы, которая будет выполнена подрядной организацией, должно пройти время, должны пройти климатические периоды, которые позволят сделать вывод, что работы сделаны качественно, в полном объеме и можно будет окончательно рассчитаться за выполненные работы. Одобрены все приоритеты, которые мы заложили в бюджет 2013 года. Это и дети, школы, жилье, поддержка населения по оплате жилищно-коммунальных услуг, дороги. Вот основные приоритеты. Сейчас, в ближайшее время, мы пойдем рассматривать бюджет уже в депутатских комиссиях и где-то в середине, ну может во второй половине декабря, будет окончательно рассмотрен и утвержден бюджет на 2013 год. Кстати, в следующем году в Красноярске планируется возвести два жилых дома на 507 квартир в Советском и Свердловском районах. Новое жилье получат горожане, проживающие в зоне строительства и реконструкции автодорог и 4-го моста, а также жители аварийных домов. Если у вас есть свои новости, звоните лично мне, мой телефон 292-5504 или пишите на сайт afontova.ru. Сергей Кузовков, Михаил Ткачук, Афонтова. Новости.